Мы много прочитаем из Библии, потому что внезапно наступило время исполнения того, что написано, в сегодняшние дни. Поэтому напрягайтесь, внимательно слушайте. Это что-то будет, это пройдется по нам. Нам не уйти от того, что здесь сказано. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут лады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за именами. И тогда соблазняться многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие уже пророки восстанут и пролистят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасетство. И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет. Тогда находящиеся в Иудее добегут горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Это речь о последнем времени. 24 глава Евангелия от Латфея. Ученики спрашивали, когда это будет, и какой признак твоего пришествия. Они поставили так вопрос, что оказалось два вопроса в одном. Какие признаки пришествия событий, и когда ты придешь. И он отвечает так же двойственно. Отвечает на оба их вопроса. И вот сегодня, в настоящее время сейчас, весь эфир наполнил. Израиль тронул маленькое дело, совсем незначительное. Арабов там не больше 18 семей переселить с одного места на другое. Потому что та земля, которая освободится, должна у нас такое же делать. А сейчас раз подсну с тебя, как не бывало. Это даже искрой нельзя назвать. Во всем мире сейчас смута идет. Поднялись те, кто там рядом. Сразу же мирное отношение с Иорданией заканчивается. Войска подтягиваются к границам. И уже выпустили против Израиля больше двух тысяч ракет. Которые белбят здания, погибают люди. Израиль ответил сразу, поднял 150 самолетов. И сам откуда идет радиопередача, все это настраивает людей. Одной бомбой все завалили и показывает там, не знаю сколько, 10 этажей может быть. Все рушится и падает. И по всем точкам, которые они высадили, откуда идет, где хранятся подземные склады, ударили. Это не эти ракеты, которые засылают арабы. Это серьезное современное оружие. Это не все. Ясно все. Весь мусульманский мир за арабов. А это Иран, Ирак, Афганистан. И в каждой стране этих мусульман очень много. И они везде начали митинги делать. Там крещат буквально. Трясут мир весь. Евреи радуются другому. А началось с этого, который будущий третий храм должен быть построен. Мы об этом говорили, я писал не раз. Они должны его снести. И вдруг пожар. Это не все, но уже прямо столкнулись с лбами. Дальше уже никак. Отступление не предвидится никакого. В полицию кидают, стреляют с обе стороны убитые и раненые. Я слежу за этим с самого первого дня. Это уже четвертый день идет. Разгорается. Турция по количеству военнослужащих, сколько у нее, она по всей вероятности занимает третье место в мире. Сразу же выступает их президент. Мы на той стороне. И вот просят арабы, разберитесь здесь. Не надо забывать. Ни у кого нет атомного оружия, койма в Израиле. Если это будет применено, значит, это последнее перед воцарением Антихриста. Всего лишь год назад они объявили о том, что первосвященник явился в Израиле за 2000 лет первый раз. Строит жертвенник. Ясное дело, что это мирового значения события, тех, кто знает, о чем мы считали. Я хочу только одно сказать. Как это к нам относится? Я не политик. Это событие реальное. И Господь прямо называет. Мы сейчас увидим, называет государство. Называет, что делать нам конкретно, маленьким детям. Программу мы сейчас прочитаем. Займем это время, но просто необходимо знать, видеть это. Впервые слово война. Слово война. Под разными падежами. Там убийства. Войска. Я пытался сделать математический расчет. Посмотреть в разных падежах, заряжать. Нет конца. Жизнь и смерть. Уже в раю было сказано. Жизнь идет, а слово смерть произносится в раю. Смерть и умрешь. Смерть распростерла крылья. Их никто не опустит. Пока она не захватит то, что попадет под нее. И мы считаем, как рассуждают политики мира. Исход в первую главу, 10 стих. Это время, когда Израиль добровольно пришел в Египет. И как сделался рабами. И как Господь выставляет вождя Моисея вывести. А в это время у них идет совет. Никто не обращает на это внимания. Я говорю, то, что тайно говорилось в комнате фараона. Что делать с этим народом? Много. Народ обозлен на нас. Мы их угнетаем. И они могут уйти от нас. Итак, 1-10. Перехитрим же его. Чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится он с нашими неприятелями. И вооружится против нас. И выйдет из земли нашей. Сейчас опубликовали, сколько при брежьих правителях сделано абортов. По порядку, начиная, которые были генеральность и секретари до последнего дня. И ни один не запретил. Ни один. За время перестройки только. По официальным данным. 120 миллионов абортов. Это государство. И где оно захлебывается кровью? В каком месте? Войны нету. Миллионов. Хотя, самая большая потеря во второй мировой была у русских. 28 миллионов. Посчитайте, сколько мировых войн произошло в каких-то местах. В среднем, сегодня, у русских 1,7 ребенка. У мусульман, живущих же здесь, в стране 8,1. Толковать еще не надо. И власти становятся на ту сторону. Или с боязнью, из чего. Где что-то встроено, у них остается. Русские строили сломать. Прокуратура вносит решение. И прямо я смотрю, одно за другим выставляют. Но это все в народе накапливается. Почему все так идет? Мы знаем за отступление от Бога. И поэтому Бог на другой стороне, с чем мы думаем. Евангелие от Марка, 13,7. То есть они думают, народ растет, умножается. Женщины крепкие. Бабки фунвального флака прибежит. Ну, вызывает. Везти в роддом. Там, говорит, уже родился. Указ дам прямо. Мальчик рождается. А то и маленько там иголкой, чем шпицы. К нему. Но уже ребенок маленький. Он умрет и все. А девочек оставляет, и нам они нужны. А бабки-то Бога боялись. Они сказали, когда мы приходим, скорая привезла нас. А они уже родили. А при них я этого не сделаю. И Бог благословлял за эти поевальных бабок. Акушерок. И так. Марка, 3,7. Когда же вы услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь. Ибо надлежит всему быть. Но это еще не конец. Надлежит быть. Но можно как-то. Мирное соглашение нельзя. Война должна была быть. Ответить за репрессии 1937 года. За раскулаченные в 30-х годах. Только что подписали мирный договор с Германией. И дальше началось то, что началось. И на сегодняшний день мы находим в Священном Писании подтверждение этому. 1 Петра 3,15. Как нам вести себя? Главный упор на то, что нам делать сейчас. Прямо сегодня надо начинать это делать. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета вашему повании дать ответ скротостью и благоговением. Я каждый день беседую, но не меньше, чем шеста мусульманами. Можешь даже сказать сколько. Думаю, что больше моего никто с ними не общается. Притом разное-разное. И в конце каждый молчит. Много вопросов задают. Поведут вас. Тут еще не ведут, но обстановка такая, что можно сказать еще пока. Пока в этом месте мы находимся. По милости Божьей у нас есть, которые из мусульманской среды обратились, приняли крещение. И ни одного отступника нет. Все ревностные. Ревностные под самым настоящим смыслом. По высокой шкале даже если брать. Если кто не знает, статистика простая. Христиан насчитывается сегодня по названию хотя бы. 2 миллиарда. 415 миллионов. Мусульман почти 2 миллиарда. Считать можно 2 уже миллиарда. Поэтому это воинственный народ. Они друг за друга. Хотя передо мной в прошлом году прошло, с кем беседовал, 2600. Это у меня настоящие ролики составлены нашей беседы. И ни один не считает свою книгу, которая называется «Не Библия». Ни один. Почему? Считать можно только на арабском. Переводы сделанные. А считать можно только на одном. Они как мы, я говорю, точно такие же. Только старкомно-славянский. Только древняя. А ты же не понимаешь. Но он заучивает. Я не встретил ни одного, который мог бы ответить на вопросы, которые я ставлю по их книге. Не критикую ничего. Просто я называю. У нас глава и стих там «Сура Айят». Я надо объяснить, что такое. Нашелся один, начал объяснять и остановился. Дальше не знаю. Я простые вопросы додаю. У нас Соломон, а у вас Сулейман. Один и тот же? Да, один и тот же персонаж. Ну это хорошо. У нас Моисей, у вас Муса. Это один и тот же? Один и тот же. У нас Давыд, у вас Даут. Это один и тот же? Один. А теперь самое главное. У нашего Моисея, Соломона, Святой Библии, четыре книги. Приджа Соломона, Премудрость Соломона, Экхристиасты, Песня Песней. У вашего Сулеймана ни одной нету. Куда они делись? Если я автор книг, 38 лежащих на столе, я пойду в любое государство, я там и таким же буду. И книги мои остаются целы. Дальше. Моисея у нас, Дитие, Исход, Левит, Чисто, Второзаконие, пять. У вашего Мусы ни одной нету. У нашего Давида 150 псалмов, которые вы признаете и считаете. Это все узнал у них. У Мулы спрашивал. Итак, у вас то сколько? У Давыда ни одной. А почему? И ни один не может ответить, почему. Я говорю, а потому, что ваш основатель религии умер в 632 году, ни один не мог назвать, я им говорю, в каком году он умер. Но дело-то в том, что в это же время у вас книга появляется, которая по-вашему называется книга. И там написано 5 сура 68 аят определенно. Всевышний дал нам инжил, в скобках Евангелие. И чтобы мы по нему жили. Я говорю, ваша книга меня одобряет. Полное молчание. А теперь я по Евангелии вам говорю, без Христа спасения нет. По ущелью Христову такое восстанет народ на народ. Народ на народ. Это надо еще разобраться, что означает революция, что международная война, которая идет. Царство на царство. Это государство. Народ на народ и гражданская война. В Израиле сегодня самая настоящая гражданская война. Это ни худо, ни бедно. Минимум 12 миллионов сожрала. Первый раз. Второй раз мы не знаем. Итак, сегодня написано. Всякому требующим отчет. А нас спросят. Ты христианка? Ты не думай, что сегодняшний день, завтра будет одинаковый. Нет. А они на мальчиков точно так же будут ставить. Они не должны быть. А девочки ваши, они очень красивые, хорошие, послушные. Они нам нужны. Обезопасти их. Оградите молитвой. Занимайтесь с детьми. Если даже вы попадете в плен, израильские дети попадали в плен. И их допрашивал император сам. Седьмая глава. Вторая книга Маковейская. Семь сыновей. Семь сыновей. И они закона знали. Ничего не надо. Вот кусочек, маленький кусочек сала свиного. Ну, и все на этом. Тебя отпустят. Ни один не дрогнул. Прикиньте к своим детям. Вы заотвечать на них будете. А, ты не будешь? Я буду отвечать еще, может, больше всех. Потому что я имею с ними общение. А что делать? Умереть. И получить, как мать говорит. Умри, сын мой, и получи царство. Смотри, как твои братья отошли. И ты не бойся, младший. Я вас сегодня получу. А там пальцы режут их. Снимают кожу. Выдавливают глаза. Жарят на огне. Даже сказать нельзя. Ну, взрослые все скажут. Как войну брали, языка приводили. А я не скажу, все скажешь. Там специальные специалисты тебя будут. И ты, не желая, скажешь, чтобы только прекратилась эта боль. А что делать? Дать ответ. Меня спрашивают. Ну, вот столько выходили, брали, арестовали. В КГБ вас вербовали или нет? Я говорю, им на ум это не приходило. Первый допрос, и я с ним беседую, разговариваю о Боге. У него в мыслях этого нет, меня вербовать. Он сам думает, как обратиться. На днях ко мне приходит один священник из органов КГБ. Священник был. Стал священником. Вот если мы будем работать, Господь благословит. Нам не надо бояться ни органы никакие, ни власти. Мы всем говорите, свидетельствуйте, как должно. Иисус умер за нас. Ты неграмотный. Он умер за нас и воскрес. Христос воскресе. Он мой грех взял и искупил. Больше тебе не надо ничего говорить. Бог – это любовь. Бог – творец. Я почему верю? По двум. Первое. Он мне отвечает, Бог живой. А второе. Написано в Библии, все исполняется. Мне нельзя не верить. И вы что просите у Бога? Это вера, это Бог вам дал. А как узнать, что мы в истинной вере? Если на нас Дух Святой. Отче нас считаешь? Ну, а как не считать? Ты веришь, что Царство Его придет? Да. Это от Духа Божия. И второе. У нас истинное священство. Благодатное. Таинство. Все. Больше ничего, Златоус говорит, тебе не надо. Одно то, что ты Иисуса назвал Господом, Масио сделать никто не может, как только Духом Святым. И второе. Мы знаем, что благодатная рука священника, почему мы и целуем его, дает мне хороший исход всех дел, которыми я занимаюсь. Итак. Второе. Сейчас с аноникистом 2.2. Кажется, далеко-далеко было. А вот подошло рядом. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от Послания, как бы нами посланного, будто уже наступает День Христов. День пришествия Христова не наступило. А они говорили, уже прошло. Как учат сектанты за тысячу лет до Судного дня. И церковь Бог возьмет. Это учение Хилиаза называется. Не верьте в это. Бог возьмет церковь в последние мгновения жизни. Когда следом, может быть, тоже мгновение, открывается кладбище. Мертвые все восстают от Адама до последнего человека. Иезекииле. 14 глава. Его не считают почти. Мы посмотрим, какое горе было тогда. Иезекииле. 14.17 по 21. Или, если бы я навел на ту землю меч и сказал, меч, пройди по земле, и стал истреблять на ней людей и сход, то сей ты и мужа среди нее живу я, говорит Господь Бог, не спасли бы ни сыновей, ни ночерей, а они только спаслись бы. Иезекииле. 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 Иезекииле во всех отношениях. Иезекииле. 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 Ну и понятно. Что они. И мне сказали. Больше к нам не посылайте. Никого. Это невозможно. Изнутри. Поэтому церковь. И то, что в церкви называется. Церковно. Будет все это вытряснено. Бог вытрясет. И дальше. Проклят кто делает. Они проклятые. И второе. Тут же стихи. И проклят. Кто меч Господень удержит от крови. И не проси мира им. Бог говорит. Не дам. Не проси мира. Они обречены. Еще хочу сказать, что только за последние эти два года мне пришлось заблокировать, в черный список занести, наверное, 18 тысяч человек, которые на меня нападают. Более поносимо сейчас трудно найти. Вместе взять у нас президента, думу, патриарха, этого нет. Каждое утро, каждый день я десятки их выщищаю с ругательствами, с разными, при том священники. А почему? Да никто бы не знал, что не таковы это открыли. Никто бы не знал, вот в чем дело. Зачем вы вылезли? Итак, 21 глава Языкия, 28 стих. И ты, сын человеческий, из реки пророчества, и скажи, так говорит Господь Бог о сына Хамона и о поношениях, и скажи, меч, меч обнажен для заклания, вычащен для истребления, чтобы сверкал, как молния. Сверкал, как молния. Ну понятно, это можно приложить выстрелом. Израиль из дальнобойных орудий, там бьет те, которые мусульмане. А те говорили только всего на 5 километров, а сегодня уже на 250 ракеты летят. Безопасно нету. Иерусалим подвергается осаде. Мы, как верующие, должны это помнить и просить мира Иерусалиму. Не потому, что я за евреев, вот как за евреев, за людей. Конечно, я и за них молюсь, чтобы они познали спасителя мира Христа, что они пропустили момент, когда он пришел. Они ждут нового мессию, который мы шаг поехали, а то антихрист придет. Больше трагедии не будет в мире, как над ними. Я сравню так. Вот отец все положил на то, чтобы воспитать сына. Кормил, упоил. А он вырос, пошел к идолам. И теперь связал отца и приносит жертву, колет. А почему? Они его воцаряют. Они для него делают. Золото всего мира собрано в руках. Речь идет о тысячах тонн золота, которые в банках их находятся. И вдруг окажется, он не тот. Есть такое даже выражение святых, что быты даже не обрезаны. От седьмого колена блуда. И мать блудница, и бабка. И они увидят это. И он воздвигнет гонение на них. Это и Прим Сирин говорит, Кирилл Русалинский. Мы об этом народе, который, как закваска всему миру, даже всегда помнят на молитвах. Дай мир Израилю. Обрати их, Господи. Откройся им, как ты нам открылся. Седьмая глава. Двадцать четвертый и шестой стих. Я приведу злейших из народов, и завладею домами их, и положу конец надменностей сильных, и будут осквернены святыни, идет пабуба. Будут искать мира, и не найдут. Беда пойдет за бедой, весь за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника, и совета у старцев. У нас здесь с той стороны написано, Амоса 8.11. И будут ходить юноши и девицы искать, где послушать Слово Божие, и не найдут. Искать Слово Божие. Будет жажда такая в народе, нигде нет. Что это? Значит, будут изымать. Все эти интернет погасят, и ничего нигде нет. А книги, да книги, даешь Евангелие, не берут. Ну и раздали много. Пророк Исаия. 12.2. Что пророк говорит об этом? Один из самых великих пророков. Пророчество исполняется не единожды. Как правило, трижды. Вот Бог спасение мое. Уповаю на него, и не боюсь, ибо Господь сила моя, и пение мое Господь. И Он был мне во спасение. Вот это все повторяю. Нам ничего не сделать. Мор, это понимает, моровая язва. Язва на животных. Но как люди живут хуже всякого скота, видимо, применяются, и святые об этом говорят. Это о людях. Разные микровы, бациллы, вирусы. Все против человека ополчится. А где искать спасение? В Боге. Ну а как? Молюсь. Доверься Богу. Смерти не надо бояться. Мы все смертные. Раньше или позже. Один вопрос. Буду я с Богом там? Возлюбил ли я Его? Каждый день детям говорите это. Ищите Бога. Выключите все эти телевизоры, где показывают. Где они что-то там ищут. К чему это все приводят? Вы эту беду знаете, на неделе была? В Казани. Ну, татарская столица где-то. Мусульманский ребенок, учится в лицее. И показано, как он идет, он попадал в такое приятное лицо у него. 19 лет. И, наконец, сатана входит в него. И он приготавливается. Узнает. За день раньше приходит, где учился, узнал расписание, когда уроки идут. А за это время сумел законным путем приобрести оружие. Хорошее оружие. Сумка патронов. Другой по интернету научился делать бомбу. Бомбу сделал. И показывает, как он уходит. Как будто специально, кто следит, все снимается. Ну, сейчас все везде. Не надо бояться этого. И он заходит. Первый, кто... Мужчина просто выходит и... Нет, девочка сначала первая увидел. Он в нее стреляет, три раза не попадает. Она успела убежать. Еще на подходе. Первый, который выходит, мужчина. Ну, двери-то от холода поставили двое где-то. Он сразу убил. Контрольный выстрел в голову. Дальше идет кто? Вахтерша. Ее очередь. Учительница английского языка. 26 лет. Застрелил. В класс ворвался. И начал их там крошить. И показывает фотографии лежат. Я видел много мертвых. Но тут... Ну, молоденькие совсем. Они друг на друга. Вот лежат все везде. Кровь где-то. А он написал огромными буквами. И здесь сделал себе такую как вас. Бог. Тот, кто послал его и говорит, ты Бог. Он ходил. Будете как боги. Израиль еще пришел. И он как бог пришел уничтожать всех. Но пойдя сначала... Он один жил. Квартиру там зажег. А если бы мать была, и мать пошла бы под нож. Вот для него нет. Я бог. Люди лишние на земле. Я пришел уничтожить их. И начинает крошить там молодежь. Девочки, мальчики. Которые пытаются в окно выпрыгнуть. С третьего этажа он стреляет в спину. И когда сходит вниз. Там бомба взорвалась. И показано. Двери валяются в коридоре. Он видит только военного. И он понял, что они идут. Он перед тем, как идти, сказал. Я как бог иду уничтожать людей. В интернет запустил это дело. И покончил жизнь самоубийством. Ну а потом передумал. И вот уже берут. Показывают, как связать. Все снято. Вот все абсолютно до последнего. А теперь самое большое. Когда на суде он говорит. Признать его невменяемым. Вменяемым. Все отвечает. Говорит. Я умышленно это все делал. Я знаю. Вроде бы. Не знаю. По разному говорят. Пожизненные. Потому что расстрела нет. Официально 9 человек только застрелил. Двое, мне кажется. Ну это взрослые, которые были. Это могли мы быть. Когда мы считаем 18 глава. Или 13 луки. Христос говорит. Силамская башня упала. 18 человек задавила. Они не хуже других. Мы не лучше Израиля. На нашей земле вожделение зависть. А близость смотрит миллиард. Мы должны приготовиться. Уходя из дома прощаться с тем, что у нас есть. Ложась спать. И может быть не встанем. Спать сильно не придется. И показывает. Эрдоген. Это турецкий. Разговаривает с Путиным. Я называю все имена. Это священное писание разрешает. Мы видим, называли где-то. На какую сторону станет Россия. Я до конца не узнал все. Но видно. Выбирают. И видно, что Америка, ясно дело, за евреем где-то. А вы хотели бы как? Никак. Нигде. Мы должны помнить это. Для молодежи, которая призывного возраста. Еще раз напоминаю. Идите в военкомат скорее. Есть. Принятое думой было еще. Там. Ну, в 96-м, кажется, году. Альтернативная служба. Тебя не возьмут. Ну, отправить могут. Там где-то за больными или что-то. Служить раза два больше. А наши-то, кто идет, пишут заявление. Их вообще в армию не берут. Вот как бы он сделал. И того, чтобы пойти в армию. Это твое желание. Ты напиши только где-то 4. 4 или 6 месяцев надо заранее написать. И что и тебя не возьмут. Кто не сделал это, поспешите. До какого возраста? Я до конца не знаю. До 30-ти вроде раньше было. А дальше? Ну, резервисты, которые есть. Это касается каждого. Россия в стороне не будет. Мы сейчас найдем местописание, которое прямо говорит. С севера придет народ. Сильный. И какой он есть. И цветы указывали всегда на Россию. У меня близкие знакомые. Сыновей многого. И он говорит, воевать везде посылать будут. Будут брать. В Израиле не ходите. В Израиле никто не вернется живой. Только кости собирать будут 7 месяцев. Чтобы земля не была оскверненная. Итак, 26-й и 3-й и 4-й стих. Это из Саймеса. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Вот и все. Никакого страха, чтобы не было. Детей уговаривайте. Не бойтесь. Давайте помолимся. Сделай нас мужественными, Господи. Господь знал, когда нам родится. Какие события будут. События эпохальные. Две тысячи лет к ним приближались. Сегодня этот поворот еще один сделан. Иеремия 4, 19. 4, 19, 22. Утроба моя, утроба моя, скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое. Не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани. Беда за бедой, вся земля опустошается внезапно, разорены шатры мои, мгновенно в палатке мои. Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы? Это от того, что народ мой глуп, не знает меня. Неразумные они дети, и нет у них смысла. Они умы назло, но добра делать не умеют. Пророк видел это все. Да говорят, это было. Было. Повторяю. Исполняется, как правило, три раза. Три Вавилона. Первый Вавилон, когда Павел Вавилон, великая блудница. Все святые отцы, тогда, 4 век. Андрей Кесаренко, подокийский архиепископ, говорит, это Рим. Рим первый пал, Рим, который в Италии. Второй Рим назвали, второй Рим Константинополь. Пал. И третий, Москва сразу объявила, мы третий Рим. Нигде в государстве это не было. И в Москве организация третьего Рима, учитесь та же самая будет. Третий Рим. Написано, эпифанис, лавенецкий, святой говорит, Москва, третий Рим. Третий Рим, а четвертого Рим и не быть. Вот и все. Это очень легко доказывается. А что делать? Приготовиться. Не бояться. Молиться. За родных, близких сказать. Надейтесь на Бога. Люди с ума будут ходить. Написано, не ужасайтесь. То есть ужас будет на земле, что Гриб. Не ужасайтесь. Всему надлежит быть. Уже запрограммировано. Уже все. Режиссура составлена. Теперь идет проекция на землю. Бог это допускает и учит нас. Никаких вирусов не бояться. Никого. Ни правителей грозных. Шестая глава, 22-24 стих. Иеремия 6, 22-24. Так говорит Господь. Вот идет народ от страны северной, и народ великий поднимается от краев земли. Держат в руках лук и копье. Они жестокие и немилосердные. Голос их шумит, как море, и несутся на конях, выстроены, как один человек, чтобы сразиться с тобой, дочь Сиона. Мы услышали весть о них. И руки у нас опустились. Скорь побьяла нас. Муки, как женщину в родах. Ну, конь, написано на конях. Это и лошадь. Это одно и то же. Вот интересно. Время с такой современности. Машина, посмотри, лошадиные силы. Ракету запускает в космос и прямо пишет 2,5 миллиона лошадиных сил. Почему меряются лошадиные силы? А это и танки, и все остальное. Выстроены в ряд. И как? От севера. Написано. Ну, от севера там есть и Турция была. А дальше от пределов земли. То есть дальше океан. Предел земли. Даже гадать не надо. Почему указывали на русский народ? И оттуда придут. И это от пределов земли. А дальше Ледовит и океан начинаются. Ну, просто обратить внимание надо на то, что на Писании говорит. 8, 15, 16. Ждем мира, а ничего доброго нет. Времени исцеления и вот ужасы. От Дана слышен храпканье его. От громкого ржания жрецов. И удорожится земля. И придут и истребят землю. И все, что на ней. Город и живущих в нем. Дан. Это одно из колен. Один из сыновей. Дан назывался у Якова. 12 сыновей. И у них от каждого пошли люди. И 12 колен Израиля. И когда они поселились, получили новую землю, Господь сказал, с одного колена в другое не переходить. Чтобы оно не перемешалось. И они так были. Иудина колена царственная. Левит священническая. Там написано. Ефрем это сила вся заложена. Дан. От него придет антихрист. Яков, когда умирал, и он говорил, что дальше будет. Дан будет змеем на дороге. И ужалит садь так, что всадник упадет. Дальше. Будут искать от моря и до моря. И будут люди говорить, жив Бог твой Дан. То есть от Дана антихрист придет. Другого толкования нет на это. Мы вплотную к этому подошли. А как узнать будет? Нам и знать не надо. Мы сейчас сейчас считаем об этом и видим. А они знают. Да, они знают. Евангелие от Иоанна. 14.1. И отдельно 27 стих. Программа для нас. Что мы должны делать? Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. 27 стих. 27. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше. И да не устрашается. Поэтому считать будете, слышать. Скажет, война рядом. Начинается. Никакого страха. Только усильте молитву. Если сухарей захватишь, маленько догнать, а неплохо будет. Но надейся только на Бога. А не так. Старым разве если помирать? А вы старые знаете, умирать тоже ведь не хочется. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь. Ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. То есть все евгелисты повторяют. Не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь. Терпением вашим спасайте души ваши. А если терпения нет, переходи на долго терпение. Другого ответа не может быть. Псалом 26. Что Давид говорит об этом? 1-3. Господь свет мой и спасение моё, кого мне бояться? Господь крепая жизнь моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники, враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце моё, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. А тихо, Господица. Самое-то для нас важное то, что отменят и объявят вне закона все религии. Ты веришь во Христа, мы стараемся защититься. Я христианин, а это запрещено будет. Все религии мира будут отменены. И написано, всякое колено, язык, племя поклонится ему. Вот тут наступит момент засвидетельствовать, сказать. А какие результаты будут, нам не дано думать об этом. Мы должны быть верные, твёрдые и никого не бояться. Война ополчится, и тогда буду надеяться. Родных отнимут, с комнат нас выбросят на улицу, и тогда будем надеяться. И этим поддерживайте себе друг друга. Далее, 45-й стих, 45-й псалом, со 2-го по 4-й стих. Бог нам прибежища и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля. И горы двинулись в сердце морей. Пусть шумят, вздымаются воды, и трясутся горы от волнения их. Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего. Итак, я повторю, заботиться нужно о себе. Конечно, в первую очередь о своём народе, чтобы Бог открылся им. И страну не верни в новую пучину, даром это никак не пройдёт. То, что бомбили в Сирии, это всё на первое место встанет. Благодарить Бога за всё. И никогда не позволяйте поносить правителей, патриарха. Всё время как отношения. Скажу, мне дано повеление молиться, другого мне не дано. Есть злословь, начальствующая в народе. Богу это не угодно. Я не знаю ничего. Я знаю одно, что я должен молиться. Вы это знаете? Да сохранит нас Господь, чтобы мы ни направо, ни налево не уклонились, а прямо взирали на начальника совершителя веры Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Благодарю. 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 Благодарю.